Привет, друзья! С вами снова Дмитрий, и добро пожаловать на мой великолепный гитарный канал Высшая Школа Рок-н-Ролла. Сегодня я предлагаю поиграть по-настоящему интересную и сложную тему в стиле буги. И эту тему я взял из книги-онтологии американской акустической гитары, и здесь она называется The Company Store Boogie. О данной книге я делал подробный видеообзор, и для меня она стала путеводителем в пальцевый стиль, поэтому всем любителям кантри, рок-н-ролла, рок-н-ролла рекомендую к освоению. Тогда расскажу, в чем сложность этой темы, как к ней подобраться, изучить ее и сделать так, чтобы она зазвучала по-настоящему круто, весело и прытко. Сложность этой темы я бы оценил на 8 баллов из 10, и сам я подбирался к ней достаточно долго. Итак, перед нами рисунок буги-вуги. У себя на канале я делал видеообзор, что же такое буги-вуги, с чем его идет, и как попытаться сыграть на гитаре. Буги-вуги характерен и особенен тем, что имеет внутри какую-то басовую мелодичную партию, а сверху идет заполнение украшения однообразной фигурой, либо в триольной пульсации, либо, может быть, в 8, 4 или 16 нотками. Данная техника полюбилась клавишникам, и именно они стали создателями и популяризаторами стиля буги-вуги. Обучение клавишам изначально строится на независимости рук. Гитара же в этом смысле не такой богатый инструмент, и мы не имеем возможности делать такую широкую палитру звука, как фортепьяно. Мы можем извлечь всего буквально 6 звуков, 6 нот, и гитаристы с использованием этих 6 нот пытаются выжать максимум. Прежде чем разобрать, как играть эту тему, разберу гармонию. Данная тема играется в тональности соль-мажор. Мы начинаем с аккорда ми, затем ля-ре-соль, и зацикливаем эту фигуру, играем по кругу. Данная гармония пришла к нам из раннего джаза, затем исполнители рейк-тайма ее подхватили. Ну и исполнители кантри частенько-частенько использовали эту гармоническую схему. В рок-н-ролле, например, я ее не так часто слышал. Ну, посмотрим, как обыграть аккорд ми. Сразу расскажу, что происходит. Мы пытаемся совместить две партии. И каждая партия по отдельности совсем не сложная. Однако при сочетании их необходимо хорошее владение инструментом. Обратите внимание, высокая партия играется фигурой по три ноты. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Но ноты по длительности восьмые, и происходит постоянно смена акцента сильной доли. Раз-и-два-и, раз-и-два-и, раз-и-два-и. И с непривычки это сбивает, и бывает непросто смещать эти акценты. Наш мозг так устроен, что пытается все упростить и зацепиться за какие-то крепкие, логичные элементы. И для меня, например, в этой теме, в высоком регистре, было бы немножко проще исполнять триольную пульсацию. Если удастся аккуратно выстроить фигуру со смещением акцентов, это уже полдела, но самое сложное еще впереди. Басовая партия завораживает нас своей простотой и играется действительно несложно. И конечный вариант совместить эти две партии в одну. Фигура в верхнем регистре как бы переливается равномерно. А басовый ход вроде как клинивается неравномерно. Но на самом деле как раз басовый ходильник у нас ровный, а перелив постоянно со смещением. Конечно, придется попросить, чтобы сыграть ровно и качественно эту фигуру. Но мне кажется, что данная тема неплохо приближает нас к элите мирового фингерстайла. А еще мне кажется, что изучив эту тему, можно ловко заткнуть за пояс современных блогеров, которые своим фингерстайлом удивляют народ в чатах-рулетках и прочих ресурсах. Ну, я думаю, что вам попадались такие видосы. Ну ладно, перехожу к обыгрышу аккорда ля мажор. Принцип такой же. В высоком регистре идет перелив, а ходильник ведет по басам. Но при обыгрывании аккорда ля мажор я столкнулся с проблемой. Сложно дотянуться мизинцем вот сюда вот и качественно исполнить всю эту фигуру. Поэтому во время исполнения в середине аккорда я переставляю пальцы. Это создает дополнительные сложности и приводит к большей вероятности ошибки. Но дело наживное. Далее обыгрываю ре мажор. Здесь как будто возникла возможность немного передохнуть, потому что левая рука практически ничего не делает. Остается рисунок только правой рукой. Но все равно характер нашей основной темы сохраняется. Ну, а далее при обыгрыше аккорда соль мажор автор применил такие контровые проходы для того, чтобы, может быть, немножко разнообразить нашу фигуру и не утомить слушателя однообразными вот этими проходами. Ну и посмотрим обыгрыши в соль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Концовки при повторениях отличаются, но все равно остается та самая сдвинутая пульсация, то есть нотки выстроены по три, ну, чтобы, вероятно, сохранить пульсацию всей композиции. Итак, тема рассмотрена, сыграна. Да, признаюсь, замысловатое и сложное, но, конечно, расширяет рамки музыкального сознания. От себя я призываю вас подучить эту тему, да и другие не менее сложные. Это по-настоящему прокачивает скилл. Ну, надеюсь, это видео для вас было полезным. Призываю вас подписываться на мой канал. Ну, а пока площадка YouTube не закрыта в России, я на всякий случай дублирую всю информацию в группе ВК и также завел страничку в Яндекс.Зен. Также вы можете поддержать меня с ссылкой на ресурс Донат. Ну, а на сегодня классных вам гитарных пассажей. До скорой встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok